ну что ребят сентябрь всех приветствую мы начинаем проходить dream fall ты fall как он там называется скажу точнее dream fall chapters the final cut очень атмосферная игра вы видите продолжит до своих экранах я заходил посмотреть просто как работает шмигру не очень там такой мощный компьютер но нормальный средненький просто посмотреть как что работает все ли работать заебись все заебись слава богу и я понял что игра просто атмосферная на прям атмосферная и от наверно на из тех игр скорее всего будет которая даже по музыке вначале да можно понять прям атмосферу нагоняет это наверно будет она из тех игр который стоит на полочку мисс вместе с метро со сталкером звук им дитт вот с этими играми блять атмосфера нагоняет на хуй игрушка это вы пилотная серия посмотрим посмотрю как вам и граф им зайдет не зайдет мне она зашла ебать сказал уже как будто прошел да нет я говорю послужу потому что я чуть-чуть видел я прям чуть-чуть сам это маленькую начало про походил просто посмотрел все посмотрим каковым как вам и грамм зайдет не зайдет я думаю зайдет то что это пиздата и на первом на пиле кто кушает приятного чипитика в пить или пить а воды при этом просмотру саж поудобнее надевайте пледик еще раз приятного просмотра а мы начинаем наши приключения под ним фалу эта игра автоматически сохраняет ваш прогресс когда вы видите значок автоматически сохранение вы хотите загреть не включить компьютер хорошо как я знаю действие от выбора также зависит и сюжет посмотрим производство red street games существует два мира наш мир мир науки и аркадия мир магии сны соединяют эти параллельные миры но темная сила угрожает самой материи снов зои кастильо обладает силой способны управлять с нами и спасти нас от бессонного но она оказалась в ловушке вместе под названием мир снов киану алване суждено сыграть важную роль в грядущей войне но его ждет казнь за измену собственному народу оба они должны переродиться новая история должна вот-вот начаться их пути пересекутся и в конце своего путешествия они столкнутся с похитителем снов похититель снов интересно дремфал чаптерс дремфал чаптерс книга первая а а а а а а а а да все пропустил специально что смотреть это я не видел работать атмосферно да а 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 Чё это, блядь, такое? Глава первая, по течению. А, блядь, точно. Говорят, что у каждой истории есть начало и конец. Но дело не всегда в этом. Некоторые истории просто... Здесь же на кемпаде вроде обрываются. Меня зовут Зоя Кастильо. Я умираю. Я в коме уже около года. Врачи не верят, что я когда-нибудь проснусь. Это сделала моя мать. Она ввела меня в кому, чтобы я не смогла рассказать свою историю. Чтобы она смогла сохранить свои секреты. Сработало. Мир пристрастился к снам. К Дрим Тайму. Это всего лишь развлечение. Они понятия не имеют, для чего на самом деле нужен Дриммер и что он делает с миром. Они не знают, что кто-то крадет их сны и используют их, чтобы изменять реальность. Итак, если я в коме, как же я с вами разговариваю? Вот именно, блядь. Дело в том, что мое тело может и здесь, в больнице. Но мой разум... Мой разум в другом месте. Это мир снов. Место между мирами. И теперь это мой дом. Это место, где все истории начинаются и заканчиваются. Включая мое. Ну, красиво, скажи. Да, конечно, не прям вау, блядь, но это вау. Это красиво. Вонкерс, моя старая ватила. Этот снимок был сделан, когда мы с Резой еще встречались. Такое чувство, что это было в другой жизни. И, по сути, так и есть. Спящая красавица. Кома, как дань моде? Нет, фу, это ужасно. Но, честно говоря, я и правда выгляжу лучше на своем смертном Адре. Конечно, она не пиздит ни хуя, ну ладно. Этот аппарат, моя единственная нить между жизнью и смертью. Питает мое коматозное тело веселыми коктейлями спасительных наркотиков. Папа, Габриэль, приходит каждый день. Он все время просит прощения. Как бы мне хотелось, чтобы он этого не делал. Я не знаю, точна ли диаграмма, или это лишь порождение сна. Но выглядит плохо. Эта линия должна идти вверх, а не вниз. Ну, подожди. Ну, давай, ладно. Как тут выбирать? Хуй его знает, короче. Спящие люди, запертые в своих собственных ночных ужасах. Кому-то снится кошмар об умирающем ребенке. Это должно быть просто ужасно. Это лишь сон. С твоим ребенком все будет хорошо. Она совсем одна. Мне знакомо это чувство. О, мама. Ты не одна. В реальном мире есть люди, с которыми можно общаться. Но сначала нужно перестать пользоваться дримером. Он тебе не помогает. В ловушке. Сгорая заживо. Это ужасный кошмар. Нет никакого огня, и ты не умираешь. Это всего лишь кошмар. Ты слишком часто пользуешься дримером. Он путает твои мысли. Ах, раньше мне постоянно снился этот сон. Голая. У всех на виду. Это... Что вы делаете? Прекратите меня прис... Это нереально. Тебя никто не видит. Скоро ты проснешься, и все будет хорошо. Но ты должна прекратить пользоваться дримером. Иначе кошмары продолжатся. Я сказала, остановитесь. Я больше не могу вам помочь. Теперь вы сами по себе. Этот сон отличается от остальных. Он более отчетливый. А спящий... Это ребенок. Отлично. Мне придется пойти туда и во всем разобраться. Такая ничего не понятное, Бэт. Стойте! Не подходите ближе. Оставьте меня. Вас слишком много. Я не могу спасти. Я не могу помочь каждому. Просто уходите... Прочь. Вот до сюда я дошел, и я просто... Хуево знать, что делать, короче. Не звука. Она услышит. Кто? Чудовище в шкафу. Она услышит тебя изъезд нас обеих. Она уже достаточно. Я обещаю, она не причинит тебе вреда. Последствия вашего группа проявится позже в игре. Но ты должна вернуться домой. Я не знаю, как туда попасть. Чтобы вернуться, тебе нужно пройти через этот шкаф. Я не могу войти туда. Оно съест меня живьем. Нет, если мы первыми его уничтожим. Не волнуйся. Что бы там ни было, ему со мной не справиться, я обещаю. Ты вроде супергероя? Что ты вроде того? Что ты думаешь о моем костюме? Он клевый. Да, шо тут? Шо так мыльно все, ебало. Что-то прям мулено-мулено, да? Подожди-ка, блядь. Почему так? А может, потому что тут отхуй не надо выключить. А мы пробуем. Она... У нее был фонарик. О, она обронила его, и он укатился. Она не знает, куда. Она не пойдет искать фонарик сама. Она боится тварей, ползающих в темноте. Эй, кто ее может за это винить? Они вон там или вон, ебать? Эх, слишком темно. Не могу ничего разглядеть. Бинго! Приносящий свет. Посланник электроэнергии. Могучий... Фонарик. О, она должна быть в ужасе. Бедная девочка. Свет мог бы сработать, но не думаю, что этого будет достаточно. Эта тварь — порождение абсолютной тьмы. Нужно попробовать что-то еще. Не лезь в голову этой твари. Однажды я сделала такую ошибку, больше не буду. Того, кто подключил ее к Дримеру, следует посадить на долгий срок. Нет, не подходи слишком близко. Оно заберет тебя. Теперь ты в безопасности. Спасибо, но я не знаю, как вернуться домой. Я не знаю, где моя мамочка. Она по ту сторону шкафа. Ждет тебя. Это... Это страшно. Смелее. Ты используешь Дример? Мама заставляет. Говорит, что он меня занимает. И у нее есть время поиграть со своим. В следующий раз, когда она так сделает, тебе нужно будет сказать нет. Ей это не понравится. Может быть, но ты скажешь ей, что он опасен, и у тебя от него кошмары. Я могу сказать папочке. Он с нами не живет, но я постоянно с ним общаюсь. Так и сделай. Теперь пройди сквозь шкаф и снова проснешься. Спасибо. А как тебя зовут? Зоя, и запомни, никакого Дримера. Я могу не найти тебя снова. Этому нужно положить конец. Как же тяжело достучаться до странника. Я долгое время просила его о помощи. Что здесь происходит? Все больше и больше людей попадают в ловушки. Я не могу с этим справиться. Я думала, что Дримеры больше не опасны. Думала, мы об этом позаботились. Если нет, то... Здравствуй, Зоя. Послушайте, я пытаюсь им всем помочь, и... Их слишком много. И их кошмары. А они становятся все хуже. Тебе нужно как-то вернуться домой. У меня нет дома, в который можно вернуться, и... Я не хочу быть той, что раньше. Так или иначе, мой дом теперь здесь. Тот человек, которым я была когда-то, исчез навсегда. У меня нет дома, в который можно вернуться, и... Я не хочу быть той, что раньше. Здесь у меня есть цель. Если я проснусь, то буду... Потеряна. К чему там возвращаться? Что бы ни ожидало тебя на той стороне, выяснить это придется тебе самой. Твоя нить пронзает материю вселенной, сплетая события вместе. Но где она заканчивается, я не знаю. Там у меня ничего нет, и... У меня никого нет. Кроме того, я нужна здесь. Что случится, если я просто оставлю их? Их ночные кошмары — симптомы более страшного заболевания. Пока болезнь живая распространяется, эти люди будут продолжать сюда возвращаться. Я не готова проснуться. Снова оказаться собой. Вторых шансов не бывает. Каждый выбор все равно ведет к одному и тому же завершению, а мои действия ни на что по-настоящему не влияют, так что... Я... Я не могу этого сделать. Сны заражаются. Сны заражаются. Сны становятся хуже. Ты нужна им всем. Я... Разве недостаточно, что я приношу пользу здесь, в мире снов? Я не понимаю, зачем я нужна. Ведь я уже сделала все, что могла, и просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Мое место здесь. Тут у меня все под контролем. Там я... Бессильно. Что я могу изменить? В тебе великая сила. Сила все вернуть на свои места в твоем мире и во всех остальных. Ты уже однажды спасла свою реальную зуи. На этот раз на кону все миры. Все в мире снов. Все время. Когда ты проснешься, это все окажется сном. И этот сон начнет меркнуть. Вскоре он забудется полностью. Только если ты не будешь сражаться, чтобы вспомнить это, ты должна открыть свое сердце и разум для послания тех, кто знает, что делать. Вы не знаете? Я не всеведущий, Зои. Многое скрыто от меня. Я могу видеть все нити, лишь когда они сплетены. Но большее сплетение слишком велико, чтобы я мог его видеть. Я слишком близко. И... Даже здесь часть прошлого затуманена. Это беспокоит меня. Мне кажется, что кто-то затуманил мою память преднамеренно. Враг. Тень с щупальцами в мире снов и в других местах. Если ты останешься дольше, то уже не сможешь уйти. И тогда истории всех людей подойдут к концу. Тех, кто тебя любит. Тех, кого любишь ты. И остальных. Из прошлого, настоящего и будущего. Вырванные из истории, как страницы из книги. Почему я? Потому что ты сновидец. Ты должна найти путь обратно к своему спящему телу. Ты должна проснуться и помнить. И затем ты должна спасти мир. Ведь это так отлично сработало в первый раз. Ты все изменила. У той истории было начало и конец. Но в то же время, это была лишь первая половина твоей истории. Как мне проснуться? Существует дверь. Найди ее и открой. И ты проснешься. Увижу ли я вас снова. Если все пройдет хорошо. Ладно, есть другие части. Пиши в комментариях, есть ли другие части. Видишь меня снова. В последний раз. Звучит как конец путешествия. Но да, окей, я... Эм... Пойду. Найти ключ. Отпереть дверь. Вспомнить все. Спасти мир. Написать свою историю. Очень героическое путешествие. Ты справишься, Зоя Кастильо. Я верю в тебя. Прикольно сделан, да, выбор? Выбор прикольно сделал, что ты можешь, ну, посмотреть... Кстати... Посмотреть, что она будет говорить про этот выбор. Да, да, видели? Вопрос, ты кого, зачем и что? Она говорила, комментировала каждый, каждый выбор. Это прикольно. Мир снов. Не знаю, как давно я здесь. Шесть месяцев. Девять. Если я когда-нибудь найду выход из этого места, то это мой портал. Я. Я как-то пыталась прочитать свои мысли. Обратная связь была неприятной. Я металась внутри своей головы, как... Как блик в зеркальной комнате. Называйте его как хотите. Но сигнал от моего коматозного мозга слишком слаб. Он приглушается моими мыслями на его. Чтобы попасть в мое подсознание, мне надо как-то усилить сигнал и убавить громкость моих осознанных мыслей. От этого вообще никакой пользы. Разве что, кроме легкого румянца. Я в коме. Не думаю, что смогу функционировать еще медленнее. Еще медленнее будет только полная остановка. А остановка это плохо. Очень плохо. Возможно, это ужасная идея, но... Если я смогу отрегулировать смесь лекарств, подаваемых мне в вену, то это может дать моему мозгу химический толчок. Импульсный сигнал подсознания. Не знаю, сработает это или просто убьют меня. Но нищим выбирать не приходится. Проблема в том, что отсюда я не могу нажать ни одну кнопку. Эта машина там, в физическом мире. Не думаю, что моя сила мысли распространяется так далеко, разве что. Разве что я смогу как-нибудь повлиять на положение вещей отраженных здесь. У этой штуки нет осознанных мыслей. Да, понятно, понятно. Здесь нет источника света. Итак, если снизить показатели, система должна отрегулировать подачу наркотика. И в итоге... Надеюсь, это меня разбудит. Возможно, убьет. Что ж, была не была. Вот блин, машина сходит с ума. О, чувствую себя очень странно. С машиной что-то не так. Она перекачивает в мое тело сумасшедшее количество лекарств. Мне нужно лишь немного, а не передозировка. Хорошо. Значит, волшебная машина непрерывно перекачивает пугающее количество лекарств в мой организм. Поставь на эту линию скейт, и ты улетишь. Судя по моим жизненным показателям, долго я не протяну. Сосредоточься, Зоя. И куда же ты собралась? Ты останешься здесь, со мной, делая то, что у нас получается. Оставаться мертвой. Я приняла решение. Она права. Я не могу уйти. Мне некуда возвращаться. Та жизнь того не стоит. И это действительно я? Та, от которой я убегала? И я не позволю ей встать у меня на пути. Я приняла решение. Я иду домой. Твой отец лгал тебе. Твоя мать пыталась тебя убить. Ты подвергла своих друзей опасности и потеряла их всех до единого. Похоже, такой дом идеальное место для возвращения. Еще не все пропало. Еще есть шанс вернуть все потерянное. Прикольно сделано, очень прикольно. Делать все заново и лучше. Может, она права? Может, нет. Мы не можем знать, что нас ждет по ту сторону. Ну и что? Такова... Ну, он... Может, она права? Может, нет. Ну, он идеален. Я знаю, как ценить то, что имеешь. У нас нет дома, в который можно вернуться. Мы все потеряли. Еще не все пропало. Может, он... Ну, он не идеален. Мне не нужен идеальный дом. Я готова принять ту, кем я была. Кто я есть? Кем я буду? И... И кто это? Я готова к переменам. Раньше я точно знала, чего хотела от жизни. Я не знаю, почему утратила веру, но... Пришло время найти дорогу обратно. Я готова к переменам. Нажмите, блядь, Y, чтобы вы, значит, выбрали другие Рокини. Погнали. Баланс сместился. Я пока не знаю. Теперь ты часть меня. И всегда ее будешь. Ну же. Жизнь идет. Прямо там. Давай выясним, что происходит. Меня зовут Зоя Кастильо. И я жива. Блин, интересно, есть ли другие части. Она просто, они так просто сказали, типа, что в той истории... И этот правитель сказал, что в той истории было начало и конец. Интересно, есть другая ли часть? Скорее всего, есть. Ну, мы начнем с этим. Ладно, уж так и быть. Просто вроде нету, как я смотрел, вроде нет других частей. Потому что я ошибаюсь. Глава вторая. Пробуждение. Три месяца спустя. Давай мы на что это. Сохраним это. И оставим на следующую серию. Да, вот такая серийка получилась. Короткая-короткая, но... Ну, ничего страшного. В общем, все ссылки в описании. Телеграм-канал Ваши экраны. Да-да-да, там все есть. Инсайдики, вот это все. Уведомления о видео. Все-все-все-все есть. Ммм... Сайф-лайк, подписывайся на канал. Тебе несложно, мне приятно. Ваша поддержка. Мне спасибо, заранее кто это сделал. В принципе, все. Увидимся в следующей игре или в других сериях. По этой игре. Давайте. Продолжение следует...